Здравствуйте! В эфире «Арсенал»! С вами Арсений Светлов. День Победы был и остается одним из самых почитаемых праздников в Беларуси. В каждый дом он входит с запахом черемухи и тюльпанов, побуждая биться сердца миллионов людей в унисон. Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – это беспримерный подвиг, бесценный подарок всем нам. Берлин в дыму сражений. Эти кадры сняты в последние часы войны. Фашистский гарнизон огрызается с отчанием смертных, но он уже зажат наступающими войсками советской армии в железное кольцо. 9 мая 1945-го. Позади 4 года кровавых боев. Все советские люди тогда, от мала до велика, испытали невыразимую радость. Бурю эмоций сдержать было невозможно. Сердца наполняло счастье, о котором война заставила забыть. В истории человечества, пожалуй, не было более значимого события, чем разгром фашизма. И страна об этом помнит. Мы победили и достойно отмечаем каждый год 9 мая с гордостью, с красотой, с балом получил. Более миллиона трехсот тысяч белорусов воевали на фронтах Великой Отечественной. Еще около пятисот тысяч в партизанских отрядах и подполье. Все они дрались оружием и сердцем. Не жаляя сил, как могли. И сделали больше, чем могли. Каждый рубеж обороны превращали в Брестскую крепость. Праздник большой. Наверное, больше и нет. Я встретил его под Бродинбургом. Встречал, услышал голос Юрия Левитана. А был я адъютантом командира дивизии. Я говорю, что война закончилась. Он говорит, передавай в полки. Сегодня события 45-го редко рассматривают, как просто удачное завершение военной кампании. Советский народ не только разбил страшного врага. Он одержал нравственную победу в столкновении духовных, моральных ценностей и мировоззрений. А начался перелом как раз на белорусской земле, где против захватчиков впервые поднялась целая нация. Солдаты Третьего рейха оказались не готовы к битве с народом. В Беларуси не было ни одного уголка, где бы гитлеровцы чувствовали себя в полной безопасности. Оставаясь непокоренной, республика стала плацдармом победы. Будучи самой жертвенной нацией, белорусы позволили выжить целым народом, которое удалось спасти от физического уничтожения. И память об этом не отнять. Перед такой памятью расступается забвение. Война – это особый период жизни. Четыре года. Ни один день и даже не час. А каждая минута, секунда, я оказывал помощь, через пять минут, а может полчаса, мне уже оказывают помощь. Особая роль фронтовиков в спасении планеты от коричневой чумы отмечена в Министерстве обороны. Нынешнее поколение солдат и офицеров считает подвиг дедов и прадедов примером мужества и несгибаемой воли. Заветы ветеранов, как непреложную боевую задачу, рассматривают и воины, выслужившие установленные сроки. Я, как и все мои друзья, помню о тех событиях, которые происходили 76 лет назад, о том, как много было унесено жизней. У каждого из нас в семье есть человек, которого эта трагедия затронула лично. Символично, что сегодня в Беларуси отмечается также День государственного герба и флага. Для людей военных в символике страны заложены гордость за Отечество, готовность оборонять его до последней капли крови, как это делали фронтовики, приближая мир. Моя сознательная жизнь с 20 лет до 100 проходила через Беларусь. Всю войну я здесь был. И я бы хотел, чтобы то, что уже сделано, не разрушали. Немеркнущим символом торжества справедливости вошел праздник 9 мая в каждый дом. Проходят десятилетия, сменяются поколения. Но Великая Победа, национальное достояние Беларуси навсегда останется знаменем. Навечно будет вписано в героическую летопись страны. В эфире «Арсенал». О новостях «Армейской недели» в информационном обзоре программы. В эти дни беларусы видят свою армию не только на полигонах, но и в числе главных организаторов и участниц торжеств. Реконструкции боев в историко-культурных комплексах, шествия, парады во дворах фронтовиков, концерты, спортивные состязания. Везде в центре народных гуляний военные. Яркие праздничные программы подготовили академический ансамбль песни и танца вооруженных сил, драматический театр беларусской армии, духовые оркестры, вокально-инструментальные группы частей и соединений. Завершающим аккордом 9 мая станет красочный салют. 102-летний рубеж перешагнул Семен Подофедов. Ветеран прошел дорогами войны весь Северный Кавказ, участвовал в освобождении Украины, Польши, вел бои в Германии. Удостоен более 20 наград, в том числе орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды. С праздником Семена Феофановича поздравили офицеры Гродинского военного комиссариата и представители местных органов власти. В вооруженных силах продолжается увольнение в запас военнослужащих. В торжественной обстановке солдаты прощаются с боевыми знаменами частей и своими командирами. Многих чествует присутствие матерей, для которых подобные акции – лучшая благодарность за сыновей. В Бешенковичах военнослужащие железнодорожной бригады соединили берега Западной Двины. Переправа наведена в ходе тактика специального учения. Мост позволяет сократить путь на 80 километров. Это особенно важно для агрария, в которой активно используют в этом районе сельхозтехнику. В вооруженных силах подвели итоги телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Конкурсанты представили номера в четырех номинациях. Лучшие исполнители приняли участие в праздничном галоконцерте. Переходящий приз министра обороны получили артисты военно-воздушных сил и войск ПВО. Армейская интернет-радио Компас-ФМ запустила рубрику «Полевая почта». Слушатели могут обратиться в студию по телефону через мессенджер-смс и передать сообщения или поздравления своим близким. Великая Отечественная война – самая трагичная страница в истории Беларуси. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую не опалили бы страшные годы. Каждому, кто прошел фронтовыми дорогами, сегодня уже за 90. Тем не менее, они до сих пор в строю. О начале войны Константин Максимович Кругликов узнал в первые часы вторжения гитлеровских войск на родную землю. Когда мирную жизнь односельчан деревни Новоселки Гомельской области нарушила страшная весть. В это трудно было поверить, но сомнения быстро развеялись. Совсем рядом свистели пули и рвались снаряды. В сентябре 41-го Константин Кругликов ушел в партизанский отряд. Там обучили азам военного дела, показали, как обращаться с оружием. Взрослеть пришлось быстро. В неполные 18-й юный партизан выполнял особое задание. Добывал важную информацию и передавал ее командирам. В июне 43-го стал разведчиком 5-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. Мы сначала располагались на реке Суша, а потом всех перевели под Орел. Всю нашу 3-ю армию под Днепр. Река большая. Немцы расположились на берегу на высотке, а у нас ровное место. Наше дело было найти место, чтобы пройти солдатам свободней. На Курской дуге с отрядом разведчиков рядовой Кругликов следовал за отступающими немцами. И до прихода пехоты выявлял огневые точки врага. При прорыве обороны под Курском Константин Максимович был тяжело ранен. Тогда из первого взвода состава разведки численностью в 45 человек в живых осталось только трое. Там одинаково все было на фронте. Вот на Днепре, конечно, там тяжелые бои были. Там укрепления немецкие были очень сильные. Пехота дралась и артиллерия, и авиация. Вот я прошел Курская битва, потом всю Белоруссию прошел, всю Польшу прошел. И Прибалтики меня ранило. Меня отправили лечиться в Горковскую область, в Город Павлова. Это был март месяц. В конце апреля месяца был дома. А дом спалили немцы. Семья находилась, знаете, соседей. Уже сказали, как сорока на хвосту пронесла, что война закончилась. Несмотря на почтенный возраст, Константин Максимович по-прежнему в строю. Частый гость в школах и колледжах, частях и соединениях. Специально для ветерана на полигоне под Брестом десантники подготовили особый сюрприз. Пригласили на время занятий стать частью боевого расчета гаубичной артиллерийской батареи. Во время войны пехота пользовалась 45-милитровыми и 76-милитровыми орудиями. Дальше стояли уже сотка, ну и больше. Выстрел! После встречи с гвардейцами Константин Максимович отправился в Брестскую крепость. Каждый год и не только 9 мая ветеран приходит к братской могиле защитников цитадели. В свои 97 он продолжает заниматься общественной деятельностью. Планирует новые встречи, не сетует на судьбу и просит только здоровья, чтобы встретить очередной День Победы. Накануне 9 мая участник штурма Берлина Павел Сафронович Ярошенко посетил одну из столичных воинских частей. Ветеран встретился с солдатами и лично протестировал современную армейскую технику. Ребята, пляши! Победа! Как и в мае 45-го, Павел Ярошенко повторяет те самые радостные слова, которые прокричал в трубку аппарата связи у стен Рейхстага. Я как раз дежурил на связи, и вдруг передали со штаба дивизии. В Рейхстаг спал, это было 30 апреля. 1 мая еще шли бои. 2 мая где-то уже к обеду стрельба прекратилась. Все, берлинский гарнизон капитулирует. Тогда Павлу Сафроновичу было 19. Сегодня этого же возраста парни знакомят ветерана с современной военной техникой. Фронтовик признается, внутри бронеавтомобиля «Дракон» чувствуешь себя намного комфортнее, чем где-нибудь на наблюдательном пункте у берегов Одера. На Одере я перенес удар в самолет снаряда. Взрыв был страшнейший. Я упал на землю, а потом подсказывали. Изо рта, из носа, с ушей текла кровь. Я был оглушен. Связь надо было дальше тянуть. Уже после взрывов пошли на переправе и так далее. И я потянул связь. За войну Павел Ярошенко прошагал не одну сотню километров. Порой подбрасывали проходящие машины. Тем волнительнее оказался для ветерана сюрприз, подготовленный воинами 361-й базы охраны и обслуживания. Возможность проехать на фронтовом ГАЗ-67 или Иван-Виллисе, как его называли красноармейцы. Ездили командиры от командира дивизии и высших командиров. Командующий фронтом ездил на Виллисе, в частности Черняховская вот на таком Виллисе. И я удивился, что ее заставили еще пыркать и катиться, учитывая и возраст, и материалы. В свои 95 ветеран не теряет бодрости. Пишет статьи и книги, посещает учебные заведения. Самые дорогие встречи, конечно же, с солдатами и офицерами белорусской армии. Очень было приятно познакомиться с таким ветераном. Очень понравились его рассказы, очень понравилось общение с ним. Никакой фильм не передаст этих эмоций. Сам я из Могилевской области, а ветеран из Славгорода. Очень было приятно прокатиться с ним на автомобиле, прокатить его, пообщаться, как земляк с земляком. К тому же, что он еще штурмовал Берлин, это очень почетно. Когда смотришь на эти молодые, сияющие, одухотворенные лица, радуешься, что у нас есть смена. Истинно радуешься, что, как говорится, что есть кому защищать страну. Думаешь, что можешь, старик, спать спокойно. Дело обороны страны в надежных руках. В конце встречи, конечно же, фото на память. Таких, как Павел Сафронович, сегодня все меньше. Оттого ценнее напутственные слова фронтовика. Нужно хранить порох сухим и приумножать его, чтобы недостатка и голода нашим частям не было в боеприпасах. Порохи, понимаете. Поэтому держите, ребята, порох сухим. Будьте достойными защитниками наших завоеваний. Будьте рядом с народом. Будьте рядом с руководством страны. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Но уже с первых огненных минут советские люди знали, что дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Верили, что придет время и Красная Армия войдет в Берлин. Еще в ноябре 1943-го топографический отдел штаба Ленинградского фронта получил приказ Ставки составить подробный план Берлина и подготовить его к тиражированию. Специалисты с задачей справились, используя довоенные снимки, туристические путеводители и даже художественные открытки. К весне 1945-го детальную карту столицы Германии имели все части 1-го Белорусского фронта. 21 апреля бойцы 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии одними из первых ворвались в город и взяли направление на Рейхстаг. Командовал объединением герой Советского Союза генерал-полковник Василий Кузнецов. Василий Иванович Кузнецов был опытнейший советский военачальник. Редкий случай в истории Великой Отечественной, когда один и тот же генерал в разное время командовал семью армиями. Третий, 21-й, 58-й, 1-й ударной, 63-й, 1-й гвардейской и снова третий, только с приставкой ударная. Боевые соратники шутили, что Кузнецов начал войну командармом 3 и закончил войну командармом 3. Талант полководца проявился на белорусской земле. Здесь он начал службу в 1938 году. В приграничных сражениях 1941-го воины 3-й армии вели тяжелые бои в районе Гродно, Лиды и Новогрудка. Весной 1945-го бойцам 3-й армии предстояло установить Знамя Победы. Порой среди историков возникает вопрос, почему Знамя Победы должны были водрузить на Рейхстаге? Ведь Гитлер и его Камарилья находились в рейхсканцелярии. Так вот, как считал Сталин, логово фюрера исчезнет с лица земли, а символ германского государства Рейхстаг останется вечным напоминанием о том, чем заканчиваются попытки установить мировое господство. Так и случилось. Берлин был разделен вермахтом на 8 секторов. В здании парламента и на подступах к нему находилось более 5000 обороняющихся. Их прикрывали 3 дивизиона полевой артиллерии, зарытые в землю танки и штурмовые орудия. Площадь перед зданием пересекал глубокий ров, заполненный водой. С приходом Гитлера к власти в Рейхстаге размещались казармы, госпиталь и даже родильное отделение клиники Шерите, где, к слову, родила мальчика радистка Кэт, героиня фильма «17 мгновений весны». Но к началу штурма весь дворец был превращен в крепость. Сильным элементом защиты стали две башни ПВО, так называемые флагтурмы. 30-метровые строения из армированного бетона толщиной в 2,5 метра служили убежищем для личного состава и командными пунктами. На верхней площадке находились крупнокалиберные зенитные пушки. Сражение началось в 5.30 утра 30 апреля 1945 года. Первую атаку немцы отбили. Чтобы сберечь людей, Кузнецов приказал сосредоточить перед Рейхстагом 135 орудий, танков и САУ и прямой наводкой с дистанцией в 200 метров подавить огневые точки противника. Вперед пошли батальоны капитанов Неустроева, Давыдова и старшего лейтенанта Самсонова. Вместе с ними группы добровольцев с изготовленными заранее штурмовыми флагами. За каждый этаж и лестницу шел свирепый бой. Подразделения прокладывали путь при помощи автоматов, гранат и тротила. Из донесения командующего 3-й ударной армии генерал-полковника Василия Кузнецова, начальнику главного политического управления. 30 апреля 1945 года в 14.25 бойцы Сьянова с боями прорвались по лестнице на крышу здания и достигли купола Рейхстага. Отважные войны – коммунист-лейтенант Берест, комсомолец-красноармеец Егоров и беспартийный младший сержант Контария – установили знамя. Над зданием германского парламента взвился гордый флаг Советского Союза – символ нашей Великой Победы. Надпись «150-я стрелковая ордена Кутузова 2-й степени, Идритская дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта» появилась позже. Есть некая справедливость в том, что Белорусский фронт, начав сражение с нацизмом под Брестом и Гродно в 41-м, завершил его в мае 45-го в Берлине. А бои в здании продолжались более двух суток. Немцев постепенно загнали в подвалы и закидали гранатами. 2 мая 1945 года гарнизон Берлина выбросил белый флаг. 9 мая Германия подписала акт о полной капитуляции. Война в Европе завершилась. 3 июля 1945 года в Берлин вступили подразделения американской, британской и французской армии. Рейхстаг оказался в английском секторе оккупации. Союзников раздражало то, что стены и колонны расписаны советскими солдатами, а на куполе красный флаг. Но, опасаясь резкой реакции Советского Союза, уничтожать историческое здание, союзники не отважились. Сегодня знамя Победы хранится в музее Российской армии. Его изредка выносят во время больших торжеств. И только в Минске, на куполе Государственного музея истории Великой Отечественной войны, оно гордо реет всегда. Как символ великого подвига народа, спасшего человечества от коричневой чумы нацизма. Вы смотрели «Арсенал». С вами был Арсений Светлов. С Днем Победы! До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Помнит Беларусь, помнит по именам всех, помнит, кто принес победу, кто пример для нас, подвигу народа жить века. Помнит рожденных побеждать, помнит величественно скромных, помнит. Помнит Беларусь, помнит. Помнит Беларусь, помнит. 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 И мир, кем спасен был, помнит. И подвиг огромный, помнит. 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 Помнит Беларусь, помнит. Помнит Беларусь, помнит. Помнит по именам всех, помнит. Кто принес победу, кто пример для нас, Бог веку народа жить в веках. Помнит Беларусь, помнит, По именам всех, помнит. Кто принес победу, кто пример для нас, Бог веку народа жить в веках. Помнит.